МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Андреем Никитиным, который прибыл в республику с официальным визитом. Говорили о мерах по формированию в Карачао-Черкесии благоприятной инвестиционной среды и реализации стандарта инвестиционной привлекательности. Андрей Никитин отметил, что в этом плане республика является хорошим примером того, как при минимальных ресурсах добиться максимального эффекта и позитивно оценил динамику развития, которая сегодня существует в Карачао-Черкесии. Я готов в максимальной степени поддерживать все эти устремления, которые есть сегодня у главы республики, у команды, которая руководила. Но в целом оценка хорошая. Я считаю, что сделано максимум возможного в той ситуации, в которой республика находится. Республика нашла свое место в экономике. И это место не просто работают предприятия, которые только внутрь что-то продают. Есть и продукция, которая по всему Кавказу продается. Мы рассчитываем, что курорты приобретут как минимум общенациональное значение в России. Это, наверное, следствие той команды, той слаженной работы, которая в последнее время, последние три года в республике есть с приходом нового главы. Также обсуждались и возможности улучшения взаимодействия республики с агентством. В частности, по реализации образовательных и социальных проектов, привлечения инвестиций, были сформулированы основные направления дорожной карты сотрудничества региона с ОСИ. Среди них и образовательный проект по бесплатной стажировке молодых людей из республики за рубежом. Глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов провел оперативное совещание по вопросу ликвидации и предупреждения вспышки заболевания гастроэнтероинфекционной этиологии в Уйджигуте. Рашид Тимрезов дал поручение председателю правительства Мурату Кардану создать комиссию по выявлению причин возникновения заболевания и устранению его последствий. Также глава поручил взять на контроль обеспечение всеми необходимыми и лекарственными препаратами заболевших, которые находятся в больнице Уйджигуты. Часть из них уже выписаны домой. В ходе совещания была озвучена информация, что по предварительным данным причиной возникновения вспышки инфекционного заболевания является некачественная питьевая вода. Глава республики поручил прокуратуре Карачао-Черкесии провести проверку в отношении собственника водопроводных сетей Уйджигуты федерального предприятия Карачао-Черкесск Мелёхботхоз. По Карачао-Черкесии с целью предпринять необходимые меры по недопущению подобной ситуации. Сегодня в Черкесии в актовом зале СКГТА прошел форум руководителей депутатских объединений партии «Единая Россия». Его участники обсудили деятельность фракции и определили приоритетным направлением в своей дальнейшей работе. Подробности у Али Боташева. В Карачао-Черкесии успешно реализуются 26 федеральных проектов, направленных на повышение качества жизни жителей республики, отметил в своем докладе секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Иванов. В частности, по программе «Земской доктор» государственной поддержкой воспользовались 238 врачей, которые сейчас успешно трудятся в сельской местности. Радуют результаты федеральной программы «Детские сады детям», направленные на сокращение нехватки мест в дошкольных учреждениях. Так, за 2012-2013 год в Карачао-Черкесии были введены в эксплуатацию 19 детских садов почти на 2000 мест. Сейчас идет работа по созданию необходимых условий для развития и воспитания детей, по повышению зарплаты и статуса дошкольных работников. В 2014-2015 году планируется строительство и реконструкция 25 дошкольных образовательных учреждений. Из них 14 – это дошкольные учреждения и 11 объектов в формате «Школа плюс детский сад». Следующим этапом станет работа по ликвидации очередности для детей в возрасте от 0 до 3 лет. К слову сказать, вот сейчас параллельно и одновременно в республике введется строительство 127 строительных объектов. Ну, не все знают эти цифры, но вообще-то об этом нужно говорить, напоминать, и на этом, конечно, наши планы не останавливаются, потому что дополняются еще новые поручения главы республики, и вы видите тот темп, который сегодня взят властью социально-экономического развития нашей Карачаева-Черкесии. Значит, стоит также отметить, что данный проект находится под личным контролем главы Карачаева-Черкесии Рашида Борезбевича Тимрезова, члена высшего совета партии «Единая Россия», который поставил задачу 1 января 2015 года решить проблему очередности в дошкольные образовательные учреждения. В сфере местного самоуправления накопилось немало проблем, говорили на форуме. Наша с вами задача сделать все для того, чтобы местная власть, которая является самой близкой к людям, была доступной для каждого гражданина. Важно уточнение общих принципов организации местного самоуправления развития сильно независимой финансово самостоятельной власти на местах. В этом направлении мы должны законодательно работать. 14 сентября в Карачаево-Черкесии планируют провести выборы 50 депутатов парламента, 202 депутатов представительных органов, 9 муниципалитетов и 8 глав сельских поселений республики. Региональное отделение партии «Единая Россия» сейчас активно работает над реализацией технологического плана избирательной кампании электорального цикла «Единый день голосования-2014». Али Баташев, Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия. Сегодня в Доме правительства под председательством первого заместителя руководителя администрации главы правительства Надежды Пивоваровой прошло очередное заседание Совета инвалидов и ветеранов при главе Карачаева-Черкесии. Главный вопрос в повестке дня обеспечены условия для реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Народного собрания в сентябре этого года. С подробностями Александр Коваленко. В Карачаево-Черкесии 50 тысяч людей с ограниченными возможностями. Из них 3 тысячи – это дети-инвалиды. В марте 2013 года был принят очередной план избирательных комиссий, действующих на территории республики по обеспечению прав избирателей, являющихся инвалидами при проведении выборов. Документ прошел согласование с общественными организациями инвалидов, а после принятия был направлен в адрес глав районов и городов, в региональное отделение политических партий, в территориальные избирательные комиссии. В настоящее время этот документ является актуальным в отношении всех участников избирательного процесса и рекомендован для руководства при проведении выборов депутатов Народного собрания парламента Карачаево-Черкесской республики. Уважаемые коллеги, избирательный процесс краткосрочен, но это важный политический процесс. И хотелось бы, чтобы по его завершении остался дополнительный положительный эффект в сфере улучшения жизнедеятельности инвалидов. Спасибо за внимание. Как обстоит ситуация с оснащением избирательных участков во всех городах и районах в целях создания благоприятных условий для людей с ограниченными возможностями в день голосования, говорили главы районов республики. Надежда Пивоварова предложила внести ряд рекомендаций руководителям администрации муниципальных районов и городских округов. Также отметила, что инфраструктура республики включает в себя большое число социальных объектов и требует немалых затрат в их полноценном функционировании. Ее обустройство – это крайне сложная задача, которая требует больших финансовых ресурсов, усилий всех служб республики. Именно для консолидации усилий органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций и объединений и гражданского сообщества, главой Карачаева Черкесской республики 2014 год объявлен годом людей с ограниченными возможностями и детей-сирот. Обсудили собравшуюся и реализацию в республике программы «Доступная среда». В рамках реализации программных мероприятий Управлением социальной защиты населения проводилась работа по актуализации Банка данных инвалидов города Черкеска. Создана система мониторинга инвалидов. Все данные инвалидов вносятся в информационную систему «Адресная социальная помощь Управления социальной защиты населения». На реализацию системных мероприятий программы всего израсходовано 2 миллиона 990 тысяч 780 рублей. Управлением культуры мэрии муниципального образования города Черкеска в целях адаптации зданий библиотечных учреждений для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения на условиях софинансирования израсходная сумма в размере 340 тысяч рублей, в том числе 170 тысяч рублей из федерального бюджета и 135 тысяч рублей из местного бюджета. В заключении заседания Советом по делам инвалидов и ветеранов при главе республики был выработан ряд рекомендаций Министерства труда и социального развития республики, администрациям муниципальных районов, а также территориальным и избирательным комиссиям. Александра Коваленко-Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия. Молодежные и студенческие общественные организации и их роль в укреплении межнациональных отношений, этнокультурном развитии, межкультурной коммуникации народов Карачаева-Черкесии, опыты и перспективы. Сегодня этой теме было посвящено очередное заседание комиссии Общественной палаты Карачаева-Черкесии по культуре, молодежной политике и СМИ, рассказывает Светлана Акбаева. Молодежь – одна из основных социальных групп общества. Она принимает активное участие в процессах, происходящих в стране. И от того, какие интересы, взгляды, ценности преобладают в этой среде, зависит дальнейшее социально-экономическое, политическое и культурное развитие общества и государства в целом, говорили на заседании. Я хотела бы сегодняшнее наше заседание построить на обмене опытом, что же нужно сделать в наших учебных средних, высших заведениях или высших, или средних. Ну, что нужно сделать для того, чтобы каждый учащийся, каждый студент почувствовал локоть друг друга. И эту поддержку, которую должны оказывать все студенты друг другу, чтобы у нас как можно чаще, может быть, возникали межнациональные семьи, чтобы у нас появлялись друзья с других национальностей, не только внутри. И, конечно, самое главное, чтобы мы поняли друг друга и будущее нашей республики было в надежных руках. Член общественной палаты России Азамат Лисов бы сказал мнение, что для молодежи ключевыми параметрами является возможность самореализации и возможность личностного роста. И задача общества – создать для этого все необходимые условия. Важно, на мой взгляд, прививать молодежи уважительное отношение к мнению других людей. Потому что, если мы не умеем друг друга слушать, то, к сожалению, вряд ли мы сможем принять позицию и повлиять на позицию другого человека. Потому что это такой взаимоуважительный должен быть диалог. Председатель комиссии общественной палаты по культуре и молодежной политике ИСМИ Зухра Караева рассказала, что несколько месяцев назад участвовала во Всероссийском семинаре в Москве, посвященном межнациональным отношениям в молодежной среде. На самом высоком уровне, настолько серьезные эти вопросы, задачи и проблемы, и понимание того, что они прежде всего именно исходят и начинаются в молодежной среде, что были задействованы очень серьезные организации, в разговоре на эту тему. Это администрация президента, это Национальный совет молодежно-детских объединений России, и общероссийское общественное движение, Междунациональный союз молодежи, и так далее, и тому подобное. Фундаментом стабильной развитой страны является межкультурное отношение. Ведь культура не знает никаких границ, она служит единению народа, считает министр культуры республики. Уалиев Гамуков рассказал о проводимых мероприятиях и пригласил студенчество Карачао-Черкесии к совместной плодотворной работе на благо республики. Нужно, конечно, очень много внимания уделять тому, чтобы завлечь молодежь и привлечь молодежь к прекрасному, светлому, хорошему, что касается культуры. На собственных примерах я скажу, что если мы начнем от муниципального образования, у нас сегодня мы говорим о пяти субъектообразующих, но у нас сегодня много еще здесь и других национальностей, которые проживают и осетины, и греки, и армяне, и много-много других национальностей, которые, если будет в муниципалитете то, о чем мы говорим, то они не будут добывать свои традиции, обычаи, не важно, какой это народ, не важно, какая это конфессия. Это важно, что они сохраняют и развиваются в этом направлении. Руководители студенческих советов поделились своим опытом работы в укреплении межнациональных отношений и межкультурной коммуникации народа в Карачаево-Черкесии. В прошлом году один из студентов выиграл грант на Машуке. В рамках реализации данного гранта мы провели ряд круглых столов, куда были приглашены представители духовенства, представители общественных организаций, помимо студенчества, представители разных народов. И вот такие круглые столы дают понимание, что в единстве сила. По результатам заседания будут выработаны рекомендации, которые направят соответствующие органы власти. Сегодня в преддверии дня парламентаризма публичным центром правовой и деловой информации Государственной Республиканской библиотеки была организована встреча студентов с депутатами Республиканского парламента Сергеем Лосковым и Смелем Биджевым. Они рассказали собравшимся в зале молодым людям об истории зарождения, становления и развития парламентаризма в России, функциях современных загадонательных органов и их роли в обществе. К мероприятию Центр правовой и деловой информации библиотеки также подготовил книжную выставку по пути парламентаризма. Республиканская национальная библиотека организовала эту встречу. Оно не настолько идеологизировано, а именно чтобы помочь ребятам разобраться в том большом потоке информации, который сваливается на них. Кто-то может сказать, что парламентаризм возник вчера, кто-то может сказать, что в 1993 году парламентаризм существовал, начиналось зарождаться еще с Древней Греции, а то и раньше. Исторический экскурс этот провести и ребятам разобраться сегодня, в чем выражается парламентаризм. Помочь ближнему и не остаться равнодушным в рамках благотворительной акции студенты и преподаватели исторического факультета КЧГУ имени Умара Алиева посетили школу-интернат села Хуса Кардоник. О том, как проходила встреча, расскажет Алихан Лепшоков. Отделение социальной работы исторического факультета КЧГУ имени Умара Алиева очень часто проводит благотворительные мероприятия. В этот раз они обрадовали воспитанников школы-интерната села Хуса Кардоник сладкими подарками и цифровой видеокамерой. Акция проводилась по инициативе самих студентов КЧГУ. В сборе средств на подарки участвовал не только университет, но и жители Карачаевска. Эта акция, наверное, в большей степени нужна нам и нашим студентам, потому что в основном сюда приехали студенты отделения социальной работы исторического факультета, который у нас действует уже пять лет. И подобные мероприятия должны помочь им в становлении их, прежде всего, как профессионалов, соцработников. Студенты и воспитанники школы-интернат быстро подружились. Вместе принимали участие в различных играх. А после студенты угостили воспитанников учреждения сладостями. Вот то, что мы приехали сюда, я здесь первый раз. И у меня душа радуется, что мы приехали, дети обрадовались, у них появился какой-то лучик света в глазах. Мы с ними в футбол поиграли, там разные игры. Они нас спрашивают, вы еще к нам приедете. Я очень счастлив, что мы приехали и принесли им такую радость. Впечатления хорошие, очень, очень хорошие. Дети общительные, дружелюбные. Ну, не знаю, мне очень нравится. После обеда дети пригласили студентов в Качагу на экскурсию по школе. Рассказали им о своих увлечениях, успехах в учебе, поделились планами на будущее и мечтами. Мне очень сильно понравилось, что приехали к нам студенты. Я хочу, чтобы они приезжали еще и еще много раз. Мне понравилось, как они с нами общаются, как мы с ними общаемся, с многими познакомились, подарки тоже хорошие. Этот визит оставил глубокое впечатление в сердцах воспитанников интерната. Прощаясь с ними, студенты и преподаватели обещали чаще приезжать. Встреча была полезной и для самих студентов. Общение с детьми, оказавшиеся в сложной ситуации, помогает в укреплении нравственных качеств будущих соцработников и учит заботиться о ближнем. Алихан Лепшоков, Рашид Токов, Вести Карачао-Черкесия, Зеленчукский район, Хуса Кардоник. И последняя глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов подписал указ, которым объявил 28 апреля День памяти усопших радонецов в Карачао-Черкесии нерабочим днем. Работа в этот день компенсируется предоставлением другого дня отдыха. Такой была среда в Карачао-Черкесии. Ждите вестей. По сообщению синоптиков, завтра в Карачао-Черкесии ожидается переменная облачность. Ночью дожди. В горах со снегом, в отдельных районах ночью и утром туман. Днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Порой его 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 плюс 8. Днем 14 плюс 19. В горах ночью минус 2 плюс 3. Днем 6 плюс 11. В горах Карачао-Черкесии выше 2,5 тысяч метров слабая лавина опасность. В Черкесии переменная облачность. Ночью слабый дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6 плюс 8. Днем 16-18 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова